Смело покоряем простор земной и внеземной, Какие тайны постигаем в союзе с мыслью и мечтой, Но мы по-прежнему немеем перед вопросами души И непростительно ровеем в сражениях совести и лжи. Вот еще, так мне представлялась тогдашняя, скажем так, толпа. Что говорить, газеты правые, у них, конечно, жуткий слог, Но факт развития державы есть факт реальный. Видит Бог, жилье все больше, быть все чище, Автомобили на расхват, у нас бы как бы не винище, И нищий бы имел фиат. Конечно, многое топорно, все проношу. Вот не пошла у нас реформа, пойдет другая, Как-нибудь, когда-нибудь, а в общем целом жить можно. Ну-ка, между делом, поди, встряхнись, в толпе побудь, В толкучке, в пестроте веселой, где музыка и голоса, В толкучке, в пестроте веселой, где музыка и голоса, Все тот же сон, беспомощный, тяжелый, Не видящие голые глаза. И вот еще, тоже очень аукается с нашим теперешним переживанием, Ни день, ни ночь, ни вечер, ни рассвет, Ни бред, ни явь, ни утро, ни закат, Есть воздух, и его как будто нет, А там, где перед, в то же время зад, Что делать нам в постылый этот час, В котором нет ни суток, ни минут? Что делать нам в постылый этот час? Сидим и ждем, когда они уйдут. Чего-то там проходит мимо нас, Кого-то там на кладбище несут. Что делать нам в постылый этот час? Сидим и ждем, когда они уйдут. Нет, не сидим. Мы заняты трудом. Мы вовсе не сидим, хотя и ждем. Мы прозреваем в голубой доли. А ну-ка, сядь! Не надо. Не уши. И так далее. Я сейчас прочту одно стихотворение, которое очень, так сказать, оно довольно длинное, но ничего, оно зато очень рисует тогдашнее и не только мое переживание времени. И в этом стихотворении оно называется «1980». И было написано в начале этого, соответственно, года. Ну, ладно, потом уже я скажу об одном недостатке его. «И оглянулся я вокруг себя. Вокруг меня восьмой десяток шел, восьмой десяток нынешнему веку, который шел, как грек, через реку, но кроме рака смысла не нашел. Вокруг меня толкалась и жила широкая страна моя родная, жила, толклась, творя и учиняя текущие свои дела, дела. О, скука! Скука нынешних времен! Зеленая текущая-то кука! О, тяжкий сон не внятится и стон беспомощно взыскующего духа! О, скопище ретивых стариков! На общем троне в видимом залея! Унылая гульба временщиков! Бывало хуже, не было скучнее. Застарилась мликая мечта, да выжила до пошлости тошнотной. Живи, червяк, страстями живота, при этом помни страх животный. Я не несу ни сомой ими вздор, не слушаю, что ежедневно слышу, но скучно мне, что я от них завишу с утра до ночи, с детства до сих пор. Живи, живем, следим за языком, в подушки зарываем телефоны, входя не заводись на темы оны, быв спрошен, отвечая, что незнаком. Мы видим, наш король большой и голый, скорее обыватель, чем злодей, питает нас легальной укромолой, где тот кихот герой, но только в ней. А так-то до кихотства нет, не выход, а что ваш запад? Покричат, затихнут, живи, трудись, зареонервы не трепли, что ничего, кому-то повели. А срок идет, за годом год, год за год, глядишь, и я саади помяну, иных уж нет, а те на запад, а тех в другую сторону. Остачет тело скалозубство, поднадоело зубоскальство, не дай нам Бог всемирную войну. И все-таки, когда бы, как бы, кто бы не разбирал безгласие наших дней, Русь, матушка, все же с твоей утрома явились Александр и Андрей. Вот признак наших дней привычно подлых, выписываю Сахаров, Андрей, и чувствую, что совершаю подмираем Дмитриевич, дальше Александр Исаевич, Орлов, Терновский, Ланда, да Ковалев, да Гинзбург Александр, да не забыть Лавута Александра, да тех, кого еще не записал, записываю, славлю. Вроде складно. Что ж, мне-то не грозит, не соповал, ни Пайка Лагерная, ни Баланда, я, извините, тертый человек. Мое-то имя, имя рек. О, темный путь, о, скользкая стезя, Заведомый конец кривых дорожек, О, жалкая мышиная возня в кругу обрадованных кошек. Пищит машинка пишущая, Жгут над пепельницей разговор интимный, Шмыряют хвост влача оперативный, Кроволу прячут, шмона ждут, Послание шлют в ООН, в Сибирь посылки, Взывают к правосудину суде, Зря нервы треплют людям и себе. Привет! Четыре года плюс два ссылки. Хвати за глотку! По закривку хлоп без церемоний. Нынешний опричник труда и верности отличник Имеет право и кастетом в лоб. Попомнишь Александра и Андрея? И машут ручкой старцы с Марсалея. Я имя рек, я эти вот листки Не покажу ни матери, ни сыну. Я их заткну в такие-то яхи, Так запихну, что после сам не выну, Но копию пошлю по воле волн. Не славы, а души болящие ради Для галочки у Господа в тетради, Мол, не смолчал. Извел чернила, мол, Что, мол, не только страсти живота, Не только страх составе человечем, Что словно в капле, в вопле и меречьем Российская клубица-моета, Та самая, что не находит места И гонит, гонит хоть зачем-то вместо. Хватать ковры и люстры для насеста, Высоцкого орать во тьме подъезда И в знак неворозимого протеста Жрать барбатуху аж с семи утра. А в ночь на Пасху молодой народ Не только же от пьяного нурмана Бежит гуртом толкаться возле храма, Беспамятно глядеть на крестный ход. Есть, говорят на небе русский бог, Был, говорят, резон в самодержании, Рассмотрим также опыт Югославии, Английский плюрализм, и вон неплох. Я не скажу за Тьемзу или Вислу, Я не скажу за Одер или Прут. Томится моя родина по смыслу, Ей, бедные, все подумать не дают. Я прошелся по гражданским темам. Значит, я прошелся по граждан и Вислу. Продолжение следует...